Существенно за это спасибо. С другой стороны, сдавать на будущий год нужно? У нас был заключен по результатам аукционный двухгодичный контракт. 30 ноября следующего года должны быть завершены все работы по берегу укреплению, отсыпки пляжа, а также благоустройство набережной. Необходимо выполнить с работы по задавливанию шпунта 1600 тонн, также завести сюда песок, намыть, это 110 тысяч кубических метров. На сегодняшний момент у нас, к сожалению, мы констатируем отставание по предприятию двухмесячной, неосвоение 194 миллионов рублей, в результате чего сейчас выставлены соответствующие претензии по предприятию в банк, обеспечивающий гарантию. На сегодняшний момент в конце октября с учетом отставания двухмесячного активно они приступили к работам, завезли 400 тонн шпунта из 1600 и намыли из 110 тысяч тонн 27 тысяч кубических метров песка. Однако отставание на сегодняшний момент есть. Планируем отставание нагнать, завести все необходимое количество в этом году, все делаем для этого, погружаем сейчас активно шпунты, завозим материалы, планируем в понедельник предоставить график руководству, заказчику и восстановить все сроки по отставанию. А что вы не рассчитали? Почему у вас отставание такое произошло? Долго занимались очисткой береговой части, возникли там непредвиденных несколько тысяч кубов железобетона, в воде пришлось много выдалбливать. Потом сделали заявку на шпунт на Челябинском трупном заводе, у них есть такая особенность, они до 20-го числа только принимают заявки и изготавливают месяц шпунт. И вот сорвалось вот здесь, возникло разрезы. Ну а как вы будете нагонять, как вы говорите, зима же будет? Нам не мешает ничего работать зимой. Вы хотите закомплектоваться материалом? Все, вот это все на зиму здесь остается, весь флот и материал будет круглогодично завозиться. Графики ввода у вас под сомнением или вы выйдете на будущий год на завершение работы? На завершение работы. Ну а вот то, что вы взяли и внесли предложение по удешевлению стоимости этого проекта, не получится так, что вы сами под собой сумку делили? 70 миллионов сбросили. Молодцы. Но с другой стороны, сейчас вот мы видим, работы ведутся с задержкой, и не получится, что потом будут говорить, что денег не хватает. Нет, мы так не скажем. Не скажем. Вот это важное замечание. Хорошо. Работа нужна была, поэтому сделали с ней деньги. Отдать должное, это действительно команда. Больших денег. Получается, нижний мол мы забьем где-то примерно к 10 декабря, приступим к верхнему молу. И как только верхний мол будет забит, сразу же пойдем в подпорную стенку. Планируем эти работы где-то в феврале закончить. А вот отсыпка и все благоустройство после нереста. И в любом случае отсыпку нельзя зимой. При минусовой температуре у вас просто будет потом проседание большой грунтов. Это забивать вы тут можете, тем более даже зимой проще делать. Да, с земли можно работать. Да, но с другой стороны, с грунтами, как только минусовая температура, необходимо будет останавливать работу, иначе потом будет просадка и набережные плавят. Мы обсуждаем с мэром вопрос уже развития набережной, потому что когда здесь появятся пляжи и обустроенная набережная, крайне важно, чтобы прилегающая территория, которая сейчас, вот видите, в каком-то состоянии, была приведена в порядок. Здесь мы могли бы отдыхать и задерцать Волгу, писать книги. Вы знаете, я увидела фотографии Ниццы, у них вот такое же гигиографическое положение. Зачем вы все время... Я говорю, у нас будет круче. Вот правильно, правильно вы говорите. Вот мы только что были на проспекте Кирова, там вывеска Пап. Как вы здесь Папуна. Давайте мы по-русски... Давайте вернем в магазин Белочку. Белочку, вот так, здравствуйте. Здравствуйте, обекательно. Какое там вкусное мороженое в этом... Вот видите, об этом. Даже здесь, потом дальше идем в Бестро.